Добрый вечер Как у вас настроение? У вас бодрое? Настроение вторничное, да? Будем говорить такое настроение? Во всяком случае, спасибо вам огромное, что вы пришли полюбопытствовать. У нас сегодня действительно не совсем необычная встреча. И для нас в том числе редко, когда нам так удается вместе, втроем собраться, будем так говорить, поскольку у нас сейчас пока двое. Но вы знали, наверное, куда шли, в общем-то, да? Название «Рижский бальзам» о чем-то говорит, значит, это что-то будет такое. Бальзам раздавать не буду, точно говорю. Это вот нужно было приносить с собой. Я даже знаю, где он есть тут. Вот, но дело в том, что не зря так названо, естественно. Дело в том, что и мы с Вадимом, и Леночка Фролова, мы родом из Риги. Мы там большую часть своей сознательной жизни прожили. Вот, а потом, когда начались все эти передряги, такие, в нашей великой, так сказать, стране. Мы потянулись в столицу, да, а потом уже и Лена. А потом и Лена, да. Вот, поэтому, во-первых, это нас роднит, конечно, в первую очередь. Мы еще там даже, естественно, были знакомы и ездили на концерты вместе. Дело в том, что она молоденькая была. Мы с Еленой познакомились, когда ей было 16 лет. Вот я помню первую песню, которую она пела на своих концертах, ну, как бы, когда ее представляли, представьте, на стихе Ахматовой она пела песню «Я научилась мудро жить». В принципе, да. Вот ей было 16 лет. Она стала еще мудрее, я вам честно скажу. У вас будет возможность в этом убедиться. Вот. Это и первое, что она нас, так сказать, роднит. А второе, то, что, конечно, у нас, несмотря на то, что мы совершенно в разной стилистике поем, но, тем не менее, мы любим очень часто одно и то же, одни и те же песни, понимаете. Вот так, как-то так получилось. И третье, пожалуй, что нас еще уже здесь в Москве связало, это проект «Песни нашего века». Ну, мы люди ансамблевые с Вадимом, мы, у нас раньше ансамбль был, домино такой, мы привыкли петь хором, а от Лены мы такого не ожидали. Вот она молодец, она как-то сумела влиться в коллектив. Это удивительно для нас было, но и тем более радостно, что у нее это отлично, просто отлично получилось. Ну, а в Москву мы попали, мы с Вадимом, совершенно случайно, я два слова буквально, просто дело в том, что... Как все практически. Ну, никак все, не надо. Нас пригласили работать в Москве, а жили мы в Риге. Это был 89-й год, еще Советский Союз существовал, и мы болтались между Ригой и Москвой, Москвой и Ригой, вот так вот, понимаете, какое-то время, пока не оказались, значит, в Москве в эмиграции. И вот как раз мы хотим начать с песни, посвященной этому периоду, когда мы, значит, туда-сюда переезжали. Переезжали, да, на стихе Льва Лосева. Знаем эти толстовские штучки С бородою окованной льдом Из недельной московской отлучки Воротиться в нетопленный дом Затопите камин в кабинете Вороному задайте пшена Принесите мне рюмку вина Разбудите меня на рассвете Погляжу на морозный туман И засяду за длинный роман Будет холодно в этом романе Будут главы кончаться, как вдруг Будет кто-то сидеть на диване И посасывать длинный чубок Будут еле стоять у главата Как стоят мужики на дворе И как мост небольшое тире Свяжет две недалекие даты В эпилоге, когда старики На кладбище придут у реки Достоевский еще молоденек Только в нем что-то есть, что-то есть Молоденек кричит, молоденек Выиграть тысяч так пять или шесть Мы заплатим долги И в итоге будет водка цыгане Икра Какая начнется игра Затопите камин в кабинете Лараному задайте пшена Принесите мне рюмку вина Разбудите меня на рассвете Подлежу на морозный туман И засяду за длинный роман Однажды весною В час не бывало жаркого заката В Москве на патриарших прудах Появились два гражданина Из Риги Не убей, учили, не спи, не лги Я который год раздаю долги Но лишает давний один должок Леденцовый город, сырой снежок Что еще в испарине тех времен Был студент речист и невисимо умен Наряжался рыжим на карнавал По подъездам барышень целовал Я тогда любил говорящих нет За капризный взгляд, ненаглядный свет Просыпалась жизнь ноготком стуча Музыкальным ларчиком без ключа Голосит разлук, как горчит звезда Я давно люблю говорящих да Все томнится сердце сквозь столь лед Колокольным деревом прорастет от лжут Остался на два глотка И записка мокрая коротка Засмолив бутылку воды морской Дой воды морской пополам с тоской Хорошо везу само по Руси Милицейской ночью лететь в такси Дормознешь лбом, заданешь стекло Очнешься, друг, двадцать лет прошло Я забыл, как звали моих подруг Дальнозором сделался близорук Да и ты ослепла почти душа В моездах простуженных Мель в тишанах клонюсь к стеклу Прислонюсь в песник Двадцать лет прошло, словно двадцать дней То ли мышь под пальцами, то ли ложь По неволе слезное запоешь Хорошо везу само по Руси Милицейской ночью лететь в такси Дормознешь лбом, заданешь стекло Очнешься, друг, двадцать лет прошло Это были стихи тоже Человек со своей простой судьбой Зовут его Багрит Нинжей В самом потенциальности казах А живет в Канаде, в Торонто Уже довольно давно Но часто бывает в Москве Поэтому мы тоже Я вот смотрел, сейчас за вами наблюдал Ни у кого губы не сдвигаются В хорошем смысле этого слова Я, я, что имею ввиду Скорее всего, вы пришли послушать Елену Фролова Тоже неплохо То есть с нашим творчеством вы практически не знакомы Нет, да Иначе бы Я знаком, Оля Ну я знаю, что ты знаком Я тоже знаком Поэтому нам, нам, тем более нам интересно Перед вами петь Вот ей-богу, честное слово И потом Надо вам, видимо, сказать Что вот Фамилии у нас одинаковые На всякий пожарный Но не потому, что мы однофамильцы На самом деле мы Родные братья Так получилось Вообще в этом году Мы будем отмечать уже с Вадимом 38-ю годовщину С тех пор, как мы вместе занимаемся Авторской песней То есть это Я вам скажу Спасибо Спасибо, конечно, да Ну и Вы поймите, что Родственные связи Не всегда помогают А, скорее всего, чаще мешают В творчестве именно Совместном Вот И последние годы Мы пробовали как-то анализировать И искать причину Почему мы до сих пор Не развалились Не разошлись Не разругались Окончательно Одну причину Мы сразу определили Мы должны В первую очередь Благодарны быть Нашим родителям Которые вместе Прожили 65 лет Вот это я понимаю Следующая песня На стихе Давида Самойлова Который Вчера, кстати Юбилей был На стихе Давида Самойлова Посвящение нашему отцу Я маленький горло в ангине За окнами падает снег И папа поёт Поёт мне, как ныне Сбирается вещь Олег И папа поёт Поёт мне, как ныне Сбирается вещь Олег Я слушаю Песни и плачу Рыдаю В подушке душу И слёзы, и слёзы Постыдные прячу И дальше, и дальше, и дальше Прошу Осенью мухой квартира Дремотно жужжит За стеной И плачу И плачу Над бренностью мира Я маленький Глупый Боленой И плачу И плачу Над бренностью мира Я маленький Глупый Боленой Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Это были стихи Бориса Слуцкого Вы знаете, так в свое время называлась наша первая виниловая пластинка Еще выпущена на фирме «Мелодия» в 90-м году Сейчас помню, да А вот сейчас мы хотим... Это вот очень старая песня А сейчас мы хотим петь совершенно новую песню Тот альбом, который мы сейчас начинаем писать С Валерой уже половину записали Но когда мы запишем, я даже не знаю Ну вот одна из песен, которая... Которая актуальна, вы знаете Вот я смотрю, что по нашей компании сегодняшней Ну почти, почти компания соответствует стихам этой песни Которую написал наш друг большой Игорь Ертенев Да, и вот... Сейчас все поймите Валера просто поставил новые струны Ну старался для вас Вот одна звенеть не будет Я вас понял Да Как говорится, две звенят не так, как говорит Сергеев Ну на самом деле мы ее поем второй раз Поскольку первый раз мы ее спели за кулисами Вы знаете, барда и джазмены не репетируют Это, кстати... Это закон просто Закон такой А лучше репетиция это на публике Да, да, поэтому мы как раз... Если вдруг что-то забудется Ничего не забудется Что еще хотел сказать-то? Все, я сказал, я сказал Она стилистически совсем другая Это не важно Ты не предупреждаешь Не, я предупреждаю почему У нас все песни стилистически разные Да, да Поэтому что тут предупреждать? У нас, понимаете, вот если есть такие люди, которые там взяли свои три аккорда И вот он их держит Понимаете, держит, держит И вот хоть и бит четвертый Я потом расскажу даже анекдот про четвертый аккорд Отдельно стоит А вот, понимаете, вот нас как-то Мы пробовали себя в разных стилистиках Ну вот и сейчас будет такой набор У тебя гитара не звучит? А где я? Подключи Я включу А ты, знаешь, там нажимал что-то и опять не включил А, да Стабильно Вот, молодец Поехали Когда-то гости к нам съезжались И в доме царства вон петлом А нынче все Поразбежались И затаились по углам Иных уже нет А те далече А эти есть, но не хотят Окончен бал Погасли свечи Или едва, едва коптят Иных уже нет А те далече А эти есть, но не хотят Окончен бал Погасли свечи Или едва, едва коптят Да черт бы с ними За свечами Тут тело вовсе не в свечах Мы стали старыми крычами И бог веселья у нас зачат А впрочем, нет Еще осталось Его чуть-чуть на самом дне Хотя вся явственнее старость В нем этом видится огня А впрочем, нет Еще осталось Его чуть-чуть на самом дне Хотя все явственнее старость В нем это видится огне А старость это мир, который Рассеет дым наивных грез Нам похорон на югантор Уже грозит вполне всерьез А это выражая скрация Уже не больно, да смешно Так может с духом нам собраться И наконец помыть окно Да укрепить получше раму Настал волшебный суперклей И пусть эстеты Ценят раму А нам комедия милей Да укрепить получше раму Настал волшебный суперклей И пусть эстеты Ценят раму А нам комедия милей Сейчас попробуем спеть Пару песен из предыдущего альбома Который назывался «В таком ключе» Вот песня, которая дала название Она имеет два названия Первая песня «В таком ключе» А вторая название «Пастараль» И стихи написал наш тоже ирисский друг Правда сейчас он живет в Санкт-Петербурге И возглавляет книжное издательство Под названием «Витта нова» Знаете, таких книг нет? Красивый, дорогий, но очень красивый Но помимо того, что он издатель Да, он и пишет стихи и песни Вот как бы вот песня на стихи Давайте в таком ключе И постарай Каждый охотник желает знать Каждый полковник желает стать Только садовник хранит секрет Жизнь не кончается, смерти нет Тайную дверь отвори ключом Видишь склонившихся над ручьем Мир пред тобой преклоненный днесь Жизнь начинается где-то здесь Белая книга, остывший чай Снова рука на ее плечах Снова щека на его плече Жизнь пребывает в таком ключе Солнечно ныне в ее дому Скоро она подойдет к нему Пряча глаза, замедляя шаг Жизнь продолжается как-то так За горизонт упадет звезда Утро мой сон, ты прочтешь с листа Спи, засыпай, выключаю свет Жизнь не кончается, смерти нет Белая книга, остывший чай Снова рука на ее плечах Снова щека на его плече Жизнь пребывает в таком ключе Белая книга, остывший чай Снова рука на ее плечах Снова щека на его плече Жизнь пребывает в таком ключе Таком ключе Ну вот, еще одна песня из того же альбома Она называется «Не новый, новый год» Вы знаете, на стихе нашего друга большого Алексея Морозова Надо сказать, знаете, о чем? Перед песней Вот я говорил про три аккорда, да? Вы знаете, есть такой Ну, вы знаете, Юрий Лоза, да? Он нам рассказал такой анекдот недавно Вот про барда Когда бард узнает новый четвертый аккорд Он сочиняет сразу новых восемь песен Вот в этой песне три с половиной аккорда Три с половиной аккорда, да Ну вот, настоящая бардовская песня Сейчас поймите Скоро Новый год, поэтому, да Я пью грузинское вино Душистое, как мед Встречать вино Заведено Не новый, новый год Уже январь тринадцать дней На ватмане снегов Выводит циркулем огней Порочный круг долгов И в том погаясь январю В чем Бог не уличил О чем бессонница моя Пугливо умолчит О чем бессовестна молва На всех углах кричит Когда очистится душа Как воздух по весне Я буду слушать Я буду слушать Чуть дыша Как дышит сын во сне И запрещенные стихи Не обратятся в горы И непрощенные грехи Отпустит мне январь Я пью грузинское вино Душистое, как мед В свечате вино В свечате вино В свечате вино Не новый, новый год Ну вот еще одна песня Совсем новая Из ненаписанного, я бы сказал Из неизданного Тоже на стихе Алексея Захаренкова Ну в общем тут в принципе говорить-то нечего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Жизнь расставила Точки на дыбь и увы Ничего не случилось Даже нового Сна не приснились у природы Законы свои у природы Законы свои, но не верьте им Право не верьте И опять буду петь львы И опять буду думать о смерти Вот окно, за окном пустота Электричеством вызванной жизни Я приду, я ползу по отчизне Поэтическое никуда Синтетическое никуда Сотворенное кажется богом Где из крана живая вода Где из прошлого свет на дорогу Где пузатых воздушных шаров разноцветное Кружится стая, где не тая Ни чудес не бывает, и искусство Не требует слов, где искусство Не требует слов, оставаясь По сути небесным, где уже Ни друзей, ни врагов, ни холодного Солнце над лесом с добрым утром Мой сын, как я рад Пересмешник, рачун и задира Ты, как прежде, смеешься над миром И не знаешь дороги назад И не знаешь дороги вперед По безвременью, по бездорожью Ты проносишься руки в разлет Над моей несусветной ложью И пока ты со мной не молчи Я не верю В иное начало видишь плач Мне этого мало, ты смеяться Меня научи, жизнь расставила Точки над и, жизнь расставила Точки над и, жизнь расставила Точки над и Точки над и, жизнь расставила И вот на этой веселой ноте Мы хотим пригласить Елену Фролова Сейчас мы вместе с ней С Леночкой попробуем спеть Поприветствуйте, пожалуйста Сейчас мы попробуем вместе с Леной Спеть наши с Валерой старые песни Те, которые мы еще написали В городе Риге Поэтому Лен как-то хорошо знает Я так думаю, да? Нет? Знаю, знаю Люблю Добрый вечер Одна из самых первых песен Добрый вечер, видите, Леновского? Вот одна из самых старых песен Еще написана в далеком, в 1900... Ты еще не родилась ли? В 1977 году, так хочется сказать, 1877 На стихе Юрия Левитанская Забирались нас с гора Обнимались ласково Пели, полагурили Пили и курили День прошел, как не было Не поговорили Не поговорили Виделись, не виделись Ни за что обиделись Поверились, встретились Шуму натворили Год прошел, как не было Не поговорили Так и жили нас с гора И дружили нас с гора Не жалея тратили Не скупясь, дарили Жизнь прошла Как и не было Не поговорили Еще одна песня Тоже написана довольно давно На стихе нашего Тоже старинного друга Сам он тоже не москвич Из города Казани Хотя живет уже давно в Москве Леонид Сергеев, наверное, знает такого Пожелаю ему большого здоровья Потому что он сейчас Есть некоторые проблемы Но, тем не менее По виду он здоров Это главное Вы знаете Я недаром сказал Что он в сказании Нам кажется Что следующая песня Подзвучка погромче Очень нам дорога С Леонидом И Леной тоже Сейчас поймете Почему мы вместе поем Гитара, спасибо Все будет так понятно Нам кажется Что у каждого человека Есть свой вокзал Вот и все А у некоторых не один А у некоторых не один Рижский вокзал На московском ветру Тихо вздыхает утком тепловоза Я напоследок в ладони соберу Легких снежинок Замерзшие слезы Рижский вокзал Приглашает меня Снова прожить этот миг возвращения Что на исходе недвижного дня Свет фонаря Подарил мне прощение Расположение Гаснущих звезд Определяет поступков границы Годы Орешками щелкает клёст Божья птица Рельсы Как линии странной судьбы Сходятся в центре Вокзальной ладони Дай мне под звуки Прощальной трубы Встретить себя На зевшем перроне Дай мне минуту Чтоб смог я успеть До отправления Скорого в Рим Или купив Прошлогодний билет Не доезжая До станции Спрыгнуть Рижский вокзал На московском ветру Тихо вздыхает Кутком тепловоза Я напоследок В ладонь Сырю Чьи-то слезы Где-то за далями Разными стали мы Кто-то состарился Кто-то устал Что-то не сбудется Но не забудется Прошлая улица Рижский вокзал Рижский вокзал На московском ветру Тихо вздыхает Кутком тепловоза Я напоследок В ладонь соберу Чьи-то слезы Где-то за далями Разными стали мы Кто-то состарился Кто-то устал Что-то не сбудется Но не забудется Прошлая улица Рижский вокзал Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, начался мы хотим спеть песню Тоже старенькую Прежде всего Когда сочиняли Смотрели на стихи Борисович Чебабин Кстати говоря Борисович Чебабин Вообще не любил Песеные свои стихи Это вот я знаю точно И поэтому Когда мы с ним познакомились Мы не решились Спеть эту песню А теперь жалеем Уже сильно об этом Потому что он Скорее постановился Третий Ну вот Дело в том Что вот эта как раз Песня относится К той серии песен Когда вот мы Я уже сказал В самом начале Мы оказались В эмиграции Здесь в Москве И мы в первую очередь Посвящали ее себе Как и целый ряд песен Вот на эту тему А потом получилось так Что наши друзья Которые уезжали за границу Вот был Знаете Вот был очередной Очередной Как бы сказать Исход Вот так правильно сказать Исход наших В конце 80-х Начало 90-х Да Эти ребята Наши друзья Песню подхватили И уезжали Мы им пели ее Они подхватили И там унесли ее С собой В Израиль В Америку Да А теперь Видите Мы прощались навсегда А теперь И завтра Мы с Валером Летаем в Америку С Егорем Так что Они к нам Мы к ним Все нормально Но песня все равно Актуальна осталась Думаю что и там Мы ее споем еще раз Особенно Дай вам Бог Уходящему поклон Остающемуся братства Вспоминайте Вспоминайте Наш снежок Посреди чужого жара Уходящему рожок Остающемуся кара Уходящему рожок Остающемуся кара Всяка доля По уму И хорошая И злая Уходящего Пойму Остающегося Знаю Уходящего Пойму Остающегося Знаю Край души Пойная Русь Перезвонность Первозданность С уходящим Помирюсь Померюсь С уходящим Померюсь С уходящим Остающим Останусь Но в конце Пути сияй по заветам Собоофа, Уходящему сынай, Остающимся Голгофа, Уходящему сынай. Остающимся Голгофа. Почему, скажи, сестрица, Не из божьего ковша, А из-за нашего напиться Да хотела ты, душа, Человеческое тело, Ненадежное жилье. Ты влетела слишком смело В сердце тесное мое. Сердце может истымиться, Яду невзначай глотнусь, И потянешься, как птица, От меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась На призывы вытия, Непосильной мне казалась Ноша бедная моя. Может быть, и так случится, Что, закончив перелет, Будешь биться, биться, Биться и не отомкнут ворот. Бой о том, как ты земную Боли, соли, желчи пила, Как входила в плоть живую Смертоносная игла. Бой, бродяжка, бой, синица, Для которой корма нет. Бой, как саванам ложится Снег на яблоневый цвет, Как возвысилась пшеница, Да повин пшеницу крат. Бой, хоть время прекратится, Бой, на то ты и певица, Бой, душа, тебя растят. Почему, скажешь, истрица Не из божьего ковша, А из нашего напиться Захотела ты душа? Человеческое тело, Ненадежное жулье, Ты влетела слишком смело В сердце бедное мое. Елена Фролова Елена Фролова Елена Фролова Елена Фролова Елена Фролова Позднее наследство Город мой, тяготит мне плечи Время стольких лет Смысла в этой встрече на поверку нет Здесь теперь другое небо за окном Дымно-голубое с белым голубком Резко, слишком резко Издали видна Рдеется навеска В прорези окна И не узнавая Смотрит мне во след Маска восковая Стародавних лет И не узнавая Смотрит мне во след Маска восковая Стародавних лет Маска восковая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, друзья, настал наш Перед перерывом Перед тем, как вам посвятил свое творчество И свое обаяние Елена Фролова Мы споем еще нашу песню Мы не прощаемся с вами На стихи Алексея Рубкина На стихи Николая Рубкина На стихи Николая Рубкина Дорога, дорога Разлука, разлука Знакома до срока Дорожная мука И отчие племя И близкие души И лучшее время Все дальше, все глуше И лучшее время Все дальше, все глуше Лесная сорока Одна мне подруга Дорога, дорога Разлука, разлука Устала в пыли Я плетусь, как осторожник Темнеет вдали Приуныл подорожник И страшно немного Без света, без друга Дорога, дорога Разлука, разлука Дорога, дорога Разлука, разлука Дорога, дорога Разлука, разлука Дорога, дорога Разлука, разлука Елена Фролова Вадим и Валерий Мещуки Вы знаете, вот в «Гнезде Лухаря» Есть такая традиция в перерыве Обычно Что ты хочешь сказать? Помочь? Насчет традиции Да, традиции, вы знаете Обычно такая традиция в перерыве Никто не уходит без дисков Елены Фроловой И Вадим и Валерий Мещуков А вообще мы хотим поблагодарить вас За то, что Не было ни одного стука Вилки, а тарелку Нечего есть просто Будем петь вживую Спасибо, большое Вот сегодня я думала О том Как хорошо должно быть Мое слово В контексте Нашего совместного Выхода К вам И поняла, что Собственно говоря Ну вы слышали И знаете Песни Мещуков Это Правда Ну такой, не знаю Серьезный вклад в культуру музыкальную Потому что мне кажется Что все вот эти вещи Во всяком случае Которые сейчас звучали Можно совершенно спокойно Да Как пьесы Гитарные, музыкальные Просто и разучивать И Градиться с тем, что у нас Есть еще такая музыка Независимо от того, что Это и песни И сам по себе И личности И голоса И вообще уникальный Сам по себе Вот этот общий тембр Который есть У братьев Это просто Ну такой Редкий Редкий дар Нам с вами В общем-то По большому счету И конечно Для меня Наверное В какой-то момент жизни Ну было Наверное Звездами определено Что все-таки Я буду Идти за песней Так Так мне сложились звезды Но думаю Большое счастье Вот сейчас Я уже понимаю Что именно Как назвать Жанр Образ жизни Что такое Авторская песня Как говорят Певцы Фадо Есть такая Фадо Португальская Что Фадо Это не стиль Песни Это стиль жизни Это образ жизни Мне кажется Что здесь тоже В первую очередь Мы Бродяги Мы люди Которые Очень много Преодолеваем Пространство Для того Чтобы просто Выйти Два часа Как говорят Полчаса Орел Про парашютиста А потом Два дня Грузчик Тащишь на себя Чтобы взлететь Очень похожая история У нас Мы идем 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 В каком-то пути Потом Выходим Что-то успеваем сказать Не совсем иногда Получается К чему ты Как-то внутренне готовился Потому что Есть Наверное У тебя Как у передатчика Еще какая-то Через тебя Все равно Транслирует И вот На самом деле Скажу вам Свое какое-то Наблюдение Я так получилась Вот счастливо Сложилась Что я еще Немножко поездила По миру Вот в качестве Лица От России На таких фестивалях World Music И разговаривала С разными людьми В разных странах Есть похожие На наши жанры Вот например Фадо В Португалии В Испании Есть такие Певцы Их может быть Трое Четверо таких Но они грандиозные В Мексике Потрясающие песни В Греции Но нигде нет Вот того Что мы Называем Авторская песня Как бы Не относились К этому Замечательный Юрий Лоза Который написал Одну на мой взгляд Хорошую песню Вот Как бы ни относились Люди Невнимательно Вглядывающиеся В этот жанр Это Уникальное явление Еще и потому Что в среде Многих других Таких Ремесленных союзов Я имею в виду Даже музыкальных Это единственное Такое пространство Где люди Друг друга видят Я могу даже Назвать это братством Это было И в моей жизни В частности И это большое счастье Потому что Я в силу обстоятельств Ну и Любопытства Мне очень интересно Заниматься Фольклором Мне очень интересно Поглядеть Как там живут Люди в джазе Я так Проникала В какие-то Вот эти Пространства И понимала Что там люди Иногда Друг друга Недолюбливают Ну редко Как-то так Собирается В какие-то кучки Ну это тоже В силу Каких-то обстоятельств Потому что Фольклор Он у нас Представитель Разных Таких Регионов Не было раньше Таких Возможностей Друг друга Слышать Видеть Как сейчас Интернет Скорый поезд Поэтому все Сугубо развивалось В Ферской области Одно В Смоленской Другое И хранители традиций Пытаются сохранить Это в чистом виде Для этого нужно Стараться Не смешиваться С другими видами Здесь конечно Это народная песня Наша общая Что касается Современная Народная песня Когда мы Собираемся за столом Очень часто С незнакомыми людьми Чаще всего Отзываются люди Своим голосом На песне Блата Куджавы Вот на мой взгляд Это такая Современный Такой камертон Вот та самая нота Которая Открывает нас Друг другу Делает нас Каким-то Единым Существом Которое Ну называется так Общество Народ Ну во всяком случае В моем В моей жизни Да Так всегда Происходило Ну поэтому Отправимся В это путешествие Собственно говоря Братья Мещуки Мои любимые Вадим и Валерий Это такие тоже Первые голоса Которые Позвали меня Тогда Еще совсем юную Как бы В этот В этот путь Сами того не знаю Я очень Им Благодарна Ну вот Начну я все-таки С Булата Куджавы Стихи музыка Вернее Стихи Булата Куджавы А музыка Вот Исаака Шварц Главное не запутаться При беге Еще он Мешит Твой наряд Подвенечный И хором Нашу честь Не споет А время Торопит Возьмится Безобеспечные Просятся Коней В полет И просятся Коней В полет Ах Только бы Тройка Не сбилась бы С круга Бубенчик Не смог Под дубом Две вечных Подруги Любовь и разлука Не ходят Одна без другой Две вечных Подруги Любовь и разлука Не ходят Одна без другой Мы сами Раскрыли Ворота Мы сами Счастливую Тройку Впрягли И вот Уже Что-то Сияет Пред нами Но что-то Погасло Вдали Но что-то Погасло Вдали Святая Наука Расслышать Друг друга Сквозь Ветер На все Времена Две Страницы Вечных Любовь И разлука Поделятся С нами Сполна Две Страницы Вечных Любовь И разлука Поделятся С нами Сполна Чем дольше Живем Тем Годы Короче Тем Слаще Друзей Голоса Ах Только Б Не смог Под Тугой Колокольчик Глаза Б Глядели В глаза 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 Глядели В глаза То Берег То Море То Солнце То Вьюга То Ласточки То Вороньё Две Вечных Дороги Любовь И разлука Проходит Сквозь Сердце Моё Две Вечных Дороги Любовь И разлука Проходит Сквозь Сердце Моё Спасибо Я сейчас Немножко Устроюсь Можно попрозрачнее Чуть голосок Сделать Добрый Моё Я Конечно Низкий голос Не до такой степени Вот по поводу Блата Куджавы Конечно Лучше Чем сам Блата Куджавы Наверное Музыку Никто не придумал К его стихам Ну разве что Исаак Шварц Но Как-то так Сложилось В моей жизни Что Я открыла Для себя Не только Голос его Который Поёт Стихи Но и Те стихи Которые живут Такие Молчаливы В книге И была Просто потрясена Особенно Поэзия Семидесятых Шестьдесятых Семидесятых Годов Ну просто Это действительно Вневременной Поэт Я не могу сказать Что он там Какой-то Экспериментант Не в этом Дело Просто это Действительно Сама по себе Вот поэзия Которая звенит Даже находясь В книге Для Бардовской истории Это довольно редко Потому что Все-таки У песни Есть своя экология И Ну как бы В моем Например Случай Когда я пишу Песни То это Тексты Которые В общем-то Если люди знают Мои песни Они как-то Озвучиваются Голосом Но вот как-то В случае с Акуджавой Это радостный Такой случай Что И оттуда Вот появляется Какая-то мелодия Которая У меня Запелась И даже Записался Целый цикл Такой Диск На стихе Была так Джава Ехал Всадник На коне Артиллерия Орала Танк Стрелял Душа Сгора Веселиться На гумне Иллюстрация К войне Я, конечно, Не помру Ты мне Ран Перевяжешь Слово Ласковое Скажешь Все Затянется К утру Иллюстрация К добру Мир Замешан На крови Это Наш Последний Берег Может Кто И не Поверит Ниточку Не Оворви Иллюстрация К любви К любви Иллюстрация К любви Иллюстрация К любви Иллюстрация Иллюстрация День рождения Подарок Думаю я Сделать себе Только подарок И может быть К дню своего рождения Сделать презентацию этого альбома Если соблаговолит судьба И вдова была от Шалыча Вдова как судьба В день рождения Подарок преподнес я сам себе Сын потом возьмет, озвучит И сыграет на трубе Сочинилось как-то так, само собою Что-то среднее меж песней и судьбой Сочинилось как-то так, само собою Что-то среднее меж песней и судьбой Я сижу перед камином Солваным в углу Старый пудель растянулся Под ногами на полу Пусть труба, сынок, мелодию сыграет Что из сердца вышло быстро Не сгорать Пусть труба, сынок, мелодию сыграет Что из сердца вышло быстро Не сгорать Мы плывем ночной Москвою между небом И землей Кто-то балуется рядом Черным теплом И золой Лишь бы только в суете Не заигрался Или зря нам этот век, сынок, достался Лишь бы только в суете Не заигрался Или зря нам этот век, сынок, достался Что ж, играй, мой сын кудрявый Ту мелодию в ночи Пусть ее подхватят следом И другие трубачи Нам не стоит этой темени бояться Но счастливыми не будем притворяться Нам не стоит этой темени бояться Но счастливыми не будем притворяться Сочинилось как-то так само собой Что-то среднее Не лишь песней и судьбой Ну и вот еще одно его стихотворение Мгновенно слово Короток век Где ж умещается человек Когда и как И в какой глуши Распускаются розы его души Как умудряется он успеть Своё промолчать и своё пропеть По планете просеменить Гнев на милость переменить Как умудряется он чудак На ярмарке поцелуев и драк В словословии и пальбе Выбрать столько любовь в себе Пощечины перепадут в раю Пощечины перепадут в раю Осколок выплеснет его кровь Вот тебе за твою любовь Пощечины перепадут в раю Вот тебе за любовь твою И всё, что умудряется он чудак На ярмарке поцелуев и драк В словословии и гульбе Выбрать столько любовь в себе Всё, что умудряется он чудак На ярмарке поцелуев и драк В словословии и пальбе Выбрать столько любовь в себе «Лукавровь» «Луко-луповь» Ну вот удивительно, что сейчас к нам пришел такой серебряный век. Видимо, прошел тот промежуток времени, создавший необходимый воздух, чтобы можно было хоть немного разглядеть эту грандиозность. Должно было на то двинуться. Так невозможно было. Но вот то, что было в середине, условно говоря, в середине, после войны, во всяком случае, 60-70-е годы XX века, наша поэзия, ну, Бродский, понятно, Акуджава. Еще Леонид Губанов, да, как минимум. Но это три гиганта. Атланта. Вот Леонид Губанов. Тоскует дух Немеет тела Не примирим Господь в крови Такая птица Такая птица Улетела Достойная Моей Любви И вот уже Печальный странник Смотрю на голое Смотрю на голое Окно Где по ночам Играет в гранях Все утешительней Вино Ну и вино Меня Печальней Как будто Я Осиротел Между Холодными Свечами Мне шепчут Чтоб не пить А пел А как мне петь Когда струится Такая жалость По душе Что был бы кольт И застрелиться Потом в гробу Похорошеть И пить И петь И петь И что мне делать Не знаю Грусть Со всех сторон Такая птица Улетела А может Это был Лишь Сон Но Похорон И звон По сердцу И рюк Сладкий Перезвон И словно С кровью Полотенце В то утро лживый Небосклон Нет сил Не плакать Не молиться Не удалить Тоску В вине Такая Улетела Птица Нет Вот она Горит В окне Горит А-а-а-а Ну, с нашим жанром он связан, естественно, напрямую, потому что в первую очередь он дружил с бардами, с ними вместе они выступали на квартирных концертах. Это и Вера Матвеева, и Владимир Бережков. В общем, это тот самый круг. Ты неизменно, неизмен, голубка белая моя, Как соль земли, как кровь вселенной, Как родниковая струя. Ты узкий свет в начале брода, Ты бред, затерянный в тиши, Ты жуткая штрафная рота Моей потерянной души. Селяя к Богу неревную, Вернуться больше не прошу, Я по следам твоим брожу, И в рощах тень твою целую. Ты неизменно, неизменно, Голубка белая моя, Как соль земли, как кровь вселенной, Как родниковая струя. Ты узкий свет в начале брода, Ты бред, затерянный в тиши, Ты жуткая штрафная рота Моей потерянной души. Моей терминии лица не bend справа, Да я ты не обвал! Моей терминии лица не забыла! Ты неизменно, неизменно, голубка белая моя Ну, еще одно стихотворение как раз тоже в ре миноре Очень любимое это стихотворение всеми моими знакомыми поэтами Наверное, не только, но как только поэт, так сразу именно это стихотворение нравится Именно из тех, которые мной озвучены Твоя грудь, как две капли, вот-вот упадут Я бы жил с тобой на капре, а то украдут золото волос и очи Дикий янтарь я бы хранил, как молитву к ночи, как алтарь Псовых сторожевых разбросал букеты, чтоб знал всяк вор И перевешал бы всех поэтов у ближних гор Я бы осыпал тебя цветами всех сортов Пока не стала бы ты седая, как сто садов Твою невинность и невиновность боготворя Я бы приказал власти, как новость в букварях Чтобы со стыда сгорели люди Твой портрет — это молока, две капли груди И в сердце свет — это лебединые твои руки Вечно в круг — это нестерпимые те разлуки Наших губ — это киноварь твоих улыбок Шальной каминь, стайка золотых на счастье рыбок Амин, аминь Спи, моя малышка, уснули цапли И куклы тут только твои груди Словно капли вот-вот упадут Капли вот-вот упадут Капли вот-вот упадут Ну и, собственно, в это же самое время Почти незаметно для такого общественного глаза Жил поэт Который взял себе псевдонима «Блаженный» Венимен Айзештад, его фамилия Ну вот он, правда, был таким Венимен Блаженный Вот Много лет, начиная где-то с 40-х годов Он писал стихи Богу, можно сказать, так с ним разговаривал Так, как разговаривает живой человек с другим человеком Вот, наверное, это и молитва, и мольба И просто разговор Ну вот одно из его стихотворений Венимен Блаженный, он уже в городе Минске Боже, как хочется жить Даже малым мышонком Жил бы я век И слезами кропил Свою норку И разрывал на груди От восторга свою Румашонку И осторожно жевал Прошлогоднюю корку Боже, как хочется жить Даже желтой букашкой Может, забытое солнце букашкой Зовется Зовется Нету букашки, рубашки Душа на распашку Солнце горит И букашка садится на солнце Боже, роди мне букашкой Боже, родимой землею С домом зеленым моим Никогда не расстаться Боже, как хочется жить Даже малым мышонком Жил бы я век И слезами кропил Свою норку И разрывал на груди От восторга свою Румашонку И осторожно жевал Прошлогоднюю корку Боже, как хочется жить Ну и позволю себе пару своих текстов Что уж совсем авторская песня Как-то кто-то из таких знаковых людей Сказал, что человек произносит Такие две Из самого сердца фразы Это Оставьте меня в покое Не бросайте меня одного Тут то же самое Боже, как хочется жить Когда я устану жить Когда я устану жить Когда я устану петь К себе меня Привяжи Чтоб сердце мое согреть Когда я устану петь Когда не смогу летать Чтоб глупо не умереть Позволь мне тебя желать Позволь мне тебя жалеть Позволь мне тебя любить Когда я устану петь Когда я устану плыть Когда я устану плыть Позволь мне любовь моя Прибиться к твоим губам Уткнуться в твое крыло Не плакать и не спешить Чтоб солнце мое взошло В просторах твоей души ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из любимых фрейлин Екатерины II Но в какой-то момент она решила, что ее судьба и путь совсем в другой стороне лежит И, инсценировав неудачное такое купание в царском селе И еще две ее подруги оставили свои шикарные платья на берегу, переоделись в крестьянские одежды и ушли каждой своей дорогой Каждая из них стала почитаемой вот такой святой Ну вот, о Ефросине мы, наш круг знает благодаря Анастасии Ивановне Цветаевой, которая каждый год ездила в село Калюпаново Там, когда Ефросине было сто лет, она выкопала колодец своими руками и сказала Приезжайте, окунайтесь и будьте здравы Как известно, Анастасия Цветаевой, которая такую хорошую, 19 лет, наверное, такой часть жизни провела в суровых лагерях Она прожила до 98 лет Она один или два раза в год, уже вернувшись сюда, обязательно ездила туда Это я вам не пропагандирую, я просто рассказываю свою историю, своих открытий Песню я написала давно, а наконец посетила это место буквально год назад Танцы во дворце карнавалы Фейерверки солнца навалом Сильные слова в коридор Золото на платье узором Мишура любовного бреда В ревности охота обеды Для того ли небо проснулось Чтоб ему все это вернулось Для того ли ангелы пели Чтоб глядеть на эти постели Шелковых нелепицу сладо Разве это Божья награда Неужели все так и будет И ничто меня не разбудит От бездонной этой растраты Как же пусто, Господи, даты Пролетают, таят, уходят Счастье за нас глупую водит Пролетает, таят, уходит Счастье за нас глупую водит А там далеко-далеко Жаворонок в небе поет А там далеко-далеко Ефросинья дура живет У нее собаки и кошки Голуби на крыше и галки Ворон и для ворона крошки И фонарь разбитый на палке Светит огонек еле-еле Но еще горит, слава Богу Птицам, что на юг улетели Освещая к дому дорогу Сонные слова, словно мыши Разбежались по двору шумно Только слышат, ангелы слышат Как поет сердечко безумное Только видят, ангелы видят Ту, что никого не обидит Ту, что не пройдет стороной Если что случится со мной Подниму глаза, вот синий Улыбнусь сестре Ефросинь Подниму глаза, вот синий Улыбнусь сестре Ефросинь Ведь там далеко-далеко Жаворонок в небе поет Ведь там высоко-высоко Ефросинь, я дур живет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подниму глаза, вот синий Улыбнусь сестре Ефросинь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот для меня такая удивительная встреча Я была с певицей Джанис Джоплин Вот как-то так В какой-то момент жизни Она же умерла в 29 лет И примерно в тот же год, в который родилась я И вот я увидела ее фотографию И поняла, что я похожа на нее Но похожа не как близнец А как будто ее дочь Вот так бывает И такое вот было пронзительное Совершенно Откровение у меня Вот и получилась такая вот песенка Плюс обращение к Джанис Джоплин Плюс обращение к Джанис Плюс обращение к Джанис Джанис, научи меня быть как солнце Жечь как пламя Джанис, научи меня Расговаривать не словами Джанис, научи меня Тратить сердце зря Ошибаться Джанис, научи меня И в костре горя улыбаться Джанис, научи меня Быть такой, как все Даже хуже Джанис, научи меня И видеть океан Даже в луже Джанис Где душа твоя Отлетев вершить Революцию Джанис Так поет земля Тишину твою Экзекуцию Джанис Не тебе покой Голос врезался Прямо в сердце Джанис Для другой Разговаривать не словами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как живая роза, мой дом, солидон Просыпалась песня, мой дом, солидон Озарялось сердце, мой дом, солидон Улыбалась небо, озарялось сердце, мой дом, солидон Улыбалась небо Улыбалась небо, мой дом, солидон Обнимала землю Обнимала землю Обнимала землю, мой дом, солидон По которой шел ты Обнимала землю, мой дом, солидон По которой шел ты Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Сейчас я хочу пригласить двух донов-солидонов. Донов-мещуков. Вадим и Валерий. Мещуки. Засиделись там, ребята. Не привыкли в стойле-то стоять. Все, бегом, бегом. Ну, старикам у нас почет, поэтому мы... Дайте сесть хотя бы, да. Ты еще можешь постоять. Ну, я еще побегать могу, еще много чего могу. Ну вот. А еще мы можем вместе вот спеть. Вот, кстати, об этом времени тоже Бродский был упомянут. Сейчас мы его и споем. Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение? Над серебряными деревьями Звенящие, звенящие голоса. В сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно. В сумеречном воздухе исчезающие небеса. Проплывают облака, проплывают облака и гаснут. Это дети поют и поют, черные ветви шумят. Голоса взлетают между листьев, между стволов неясных. В сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад. Только мокрые листья летят на ветру, спешат без рощи. И летают, словно слышат изданий какой-то осенний звук. Проплывают облака, это дети поют ночью, ночью. Островы до вершин, все пиение, все дрожание голосов. Проплывают облака, эта жизнь проплывает, проходит. Привыкай, привыкай, это смертность себе несет. Среди черных ветвей облака с голосами и с любовью. Проплывают облака, это дети поют обо всем. Слышишь ли, слышишь ли ты в рощи детское пение? Блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса. Возле узких вершин в новых сумерках на мгновение Видишь сызного, видишь сызного, угасшие небеса. Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей. Где-то льется вода, только плакать и петь в твой осенний хаград. Все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх. Быть ребенком ночью, и смотреть все вверх. Только плакать и петь, и не знать утрат. Где-то льется вода, вдоль осенний хаград, Вдоль деревьев неясных. В новых сумерках пенье, только плакать и петь, Только листья сложить. Что-то выше нас, что-то выше нас проплывает и газа нет. Только плакать и петь, только плакать и петь, Только жизнь. Проплывают облака, проплывают облака и газа нет. Проплывают облака, проплывают облака и газа нет. Я считаю, что Лене нужно играть было в группе Пинк Флойд. Это уже не Пинк Флойд, это уже ближе к стиме. Я для тебя туманом вымытый рассвет, Я для тебя обманом выпавший закат, И только нежность и сна неяркий свет Пробьет тропинку в этот золотистый сад. Откуда ты глядишь с улыбкой на меня, Не зная, в шутку ли молчать или всерьез, Доверясь солнцу восходящего огня, В котором я сгорю от слез. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоням, Разлуку встречи утолить, Печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори О том, что счастье было с нами, Но за соломинку любви Держись упрямыми руками, И лишь соломинка любви К моим потянется ладоням, Разлуку встречи утолить, Печаль улыбкой урезонить. Ах, если б цвет моей души не так пушил, Меня в объятиях ледяных миров не иных, Какой бы нежностью цвели слова любви, Какой бы радостью была любая мгла, Не для того, чтобы умереть рождался день, Но, умирая, не уходит насовсем, Я на тебя судьбою брошенная день. Не знаю, кем. И лишь соломинка любви К твоим потянется ладоням, Разлуку встречи утолить, Печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори О том, что счастье было с нами, Но за соломинку любви Держись упрямыми руками, И лишь соломинка любви К моим потянется ладоням. Разлуку встречи утолить, Печаль улыбкой урезонить. Ты никому не говори О том, что счастье было с нами, Но за соломинку любви Держись упрямыми руками Елена Фролова, браво! Валерий и Вадим Мищуки Я побывавший там, где вы не бывали, Я, повидавший то, чего вы не видали, Я уже там, стоявший одной ногою, Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна, Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, Даже когда трудна и когда опасна, Даже когда несносна, почти ужасна, Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна, Вот оглянусь назад, далека дорога, Вот погляжу вперед, впереди немного, Что же там позади города и страны, Женщины были Жанны, Марии, Анны, Дружба была и верность вражда и злова, Комне земли стучали, а крышку гроба Старец хорон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, Зыбкий туман надежды, дымок соблазна, Штопаны, перештопаны, мяты и биты, Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна, Небо, погрова красна перед восходом, Лес опустел морозно, вокруг ясно, Здравствуй, мой друг, воробуша, С Новым годом, холодно, братец, А все равно прекрасна, Здравствуй, мой друг, воробуша, С Новым годом, холодно, братец, А все равно прекрасна, Спасибо, друзья! Спасибо вам! Удачи! Долгих лет! Елена Фролова! Братья Мещуки! Ура! И до встречи! Спасибо вам огромное! Спасибо! Спасибо, Алексею, сегодня за звук! Леша, ты лучший! Спасибо!